В прошлом году, как вы уже, Андрей Юрьевич, сказали, нам удалось снизить смертность от ДТП на дорогах в Подмосковье на 18% и сохранить жизни 300 людям. Итоги первого полугодия 2016 года позволяют нам утверждать, что у нас получается сохранять положительную динамику. Так, за 6 прошедших месяцев снижение смертности составило 15%, и нам удалось сохранить жизни 90 людей. При этом на федеральных дорогах отмечается показатель в 20%, на муниципальных дорогах 23%, на региональных дорогах 8%, что составляет снижение смертности на 21 человек. В нашей деятельности мы базируемся на показателях, заложенных в государственной программе Московской области развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса, в соответствии с которой мы должны достигнуть показателей, изложенных в указе президента Российской Федерации 7 мая 2012 года. А именно, к 2018 году мы должны добиться смертности на дорогах Московской области не выше 10,6 погибших на 100 тысяч населения. В этом году нам необходимо выйти на показатель 16,4 смертей от ДТП на 100 тысяч населения. Следующий слайд. Если будет при условии того, что будут выполнены все программы и мероприятия, заложенные на этот год, то мы в этом году должны перевыполнить целевой показатель на 16-й год. Следующий слайд. В разрезе муниципальных образований лидерами по смертности от ДТП на дорогах у нас являются Ногинский муниципальный район, на территории которого за 6 месяцев, к сожалению, погибло 28 человек от ДТП, Раменский муниципальный район, Подольск, Дмитровский муниципальный район, Чеховский муниципальный район. Следующий слайд. При этом стоит отметить, что подавляющее большинство муниципальных образований смогли уменьшить показатели смертности, а именно 36 муниципальных образований справились с задачей. Однако 16 муниципальных образований не смогли реализовать комплекс мероприятий, направленных на снижение смертности на своей территории. Например, Чеховский муниципальный район и Волоколамский муниципальный район. Это по всем дорогам у вас здесь статистика? Да, это по всем дорогам. Андрей Ильич, мы исходим из того, что глава муниципального образования, в принципе, отвечает за ситуацию на всех трассах, которые проходят... Принимается дальше, давайте. Чеховский и Волоколамский. Муниципальные районы. К сожалению, на их территории фиксируется увеличение смертности на 6 человек. Шаховская и Серхпуховской муниципальный район на 5 человек. И в Кашире увеличение смертности составило 4 человека. Следующий слайд. Весной этого года на Комиссии по безопасности дорожного движения Минтранса Московской области совместно с ГИБДД и заинтересованными органами государственной власти Московской области был подготовлен и предложен для реализации муниципального образования в Московской области комплексный план мероприятий, направленный на снижение смертности от ДТП, который включает в себя, помимо мероприятий в сфере дорожного хозяйства, также мероприятия в сфере образования, информационной политики в виде пропаганды безопасности дорожного движения, мероприятия в области здравоохранения, направленные на снижение времени, прибытие скорой помощи и улучшение медицинского обслуживания при ДТП, развитие систем фото-видеофиксации и развитие систем уличного освещения. Следующий слайд. В области дорожного хозяйства на этот год запланирована установка металлического барьерного ограждения протяженностью 81 км, пешеходного ограждения протяженностью 64 км, тротуары и пешеходные дорожки протяженностью 62 км, установка 471 светофорного объекта, установка искусственных неровностей и шумовых полос по 121 адресу и установка линии наружного освещения протяженностью 88 км. Следующий слайд. Уже Мандрю Юрьевич, весь комплекс мероприятий, которые предусматривают снижение смертности на дорогах, требует постоянного контроля со стороны муниципальных образований. В связи с этим предлагаем главному муниципальному образованию взять под личный контроль достижения целевого показателя снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования и обеспечить реализацию комплексного плана по обеспечению безопасности дорожного движения. Срок месяц. Также 16 главам муниципальных образований, на территории которых допущен рост количества погибших ДТП людей, необходимо проанализировать причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом по итогам первого полугодия 2016 года и разработать детализированный план график мероприятий по устранению таких условий. Срок недели. Спасибо. Доклад окончен.